Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. На фоне санкций, ожидают ли в Минздраве проблемы с поставкой оборудования и лекарств? Вы считаете, что эта продукция безопасная? Абсолютно. В Барнауле бесстрашный продавец в очередной раз попался на продаже контрафактных сигаретах и алкоголя. Не могут приготовить еду и даже принять душ. Почему жители села Санниково оказались в газовой ловушке? Лекарственные препараты на коммерческом рынке уже увеличились в стоимости примерно на 19%. И это явно еще не предел. Есть ли в регионе запасы жизненно важных препаратов? И есть ли опасения, что в больницах края пропадут аппараты для рентгена, МРТ и не только? Кто будет поставлять оборудование в больницы? Кто будет его обслуживать? Эти вопросы беспокоят многих с момента введения санкций. Достаточно уже продолжительный период времени. Медицинское оборудование, лекарственные препараты, изделия медицинского назначения. И в большей степени приобретаются отечественного производителя. Так, 90% аппаратов для рентгена и флюорографов в больницах края отечественного происхождения. И в УЭЛ ультразвуковые аппараты 60%. Среди закупаемых лекарств 90% российского производства. Тем не менее, за последний месяц жители региона ощутили на своих кошельках, как стремительно меняются цены в аптеках. Вы почувствовали уже за этот месяц, как выросла цена? Да, конечно, на капли в нос. Ну и на лекарства, на постуды. А на сколько? Ну, значит, рублей 20-15. Берем только самые такие простенькие препараты, которые каждый день используются. То есть, пока не почувствовали рост цены? Пока нет. Надеюсь, не хочу чувствовать его. Каждый день цены меняются. И все растут, и растут, и растут. Ну, это, конечно, все возмутительно, потому что зарплата-то стоит на одном месте. Я в основном беру от давления. На 48 рублей подорожали. Некоторые дистрибьюторы уже сообщили об изменении стоимости лекарств. Некоторые из них всего лишь за месяц выросли в цене сразу на 400 рублей. А сколько они сейчас стоят? В Минздраве региона сообщают об увеличении стоимости препаратов на коммерческом рынке примерно в 19%. При этом в ведомстве подчеркивают, важно, что государство регулирует стоимость жизненно важных лекарств. В Минздраве с уверенностью говорят, что льготные категории и пациенты, которые лечатся в стационарных условиях, будут обеспечены необходимыми препаратами. Мы сумели сформировать запас, переходящий для льготных категорий граждан. И у нас имеются лекарственные препараты. И вот на первый квартал отторговались в конце прошлого года. И на сегодня мы абсолютно спокойно можем смотреть по льготной категории граждан до сентября месяца включительно. У нас имеются запасы по некоторым лекарственным препаратам. Переходы на следующий год даже есть. По пациентам, которые перенесли инфаркт миокарда инсульта первого квартала следующего года. Также в Минздраве прокомментировали ажиотаж на гормональные препараты тест-полоски для диабетиков, инсулин и эльтероксин. Эти и другие препараты могут исчезнуть из продажи. С эльтероксином в части заболевания люди с щитовидной железой также связано это все в большей степени с ажиотажным спросом. И ожиданием, что не будет лекарственных препаратов. Но даже по этой номенклатуре имеется как немецкий производитель, так и отечественный. Но сегодня опять повторяется и завоз лекарственных препаратов осуществляется. Также в Минздраве заверяют, несмотря на сложную обстановку, сегодня нет серьезных опасений, пока никто не разрывал контракты с ведомством на фоне санкций. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Жители трех многоэтажек в селе Санниково Первомайского района остались без газа. В одном из домов произошла утечка. Одна из жительниц вообще чуть не погибла. Во избежание трагедии газовщики перекрыли подачу топлива. А между тем жители попали в настоящую ловушку. У них нет не только возможности приготовить еду, но и сходить в душ. Почему Алтайское село опять в центре скандала? И когда решится вопрос с голубым топливом, узнавала Валентина Аскерова. Вот баночка стоит. Вот стоит розетка. Я включаю. Вот так и живет пожилая пара в 21 веке. Лишь с помощью кипятильника могут выпить чай. Многоэтажный дом остался без газа. Еду не приготовить, помыться нельзя. Воду жители нагревали с помощью газовых котлов. Надо помыться. А бабушке 83 года, в апреле будет 84. Куда я ее потащу? Как? То я в ванну набрал, помыл, ее помог помыться. А сейчас вот и самому 83. Вот так вот и живи, как хочешь. Без топлива сейчас три многоэтажки. Газовщики в целях безопасности отключили дома от голубого топлива. Первый попал под раздачу еще 11 марта. Одна из жительниц едва не погибла. Показатели угарного газа зашкаливали. У меня закружилась голова. Вот я потеряла сознание. Инсульт поставили ишемический. В МЧС они измерили, а оказалось, там это огромное количество угарного газа. Как-то этот угарный газ, его как-то не сильно не ощущаешь. А вот когда, например, засыпаешь ночью, например, бывает, что вот встаешь, и как будто ты вот голова кружится, и как будто себя не понимаешь. То ли я здоров, то ли что, то ли я сегодня поднимусь утром, то ли нет. Началась проверка. Оказалось, что показатели вредных веществ превышены в других домах. Пожарники, газовщики, которые быстренько прошли, через квартиру проверили стояки наши. И получилось так, что в одной квартире по одному даже стояку есть тяга, в другой квартире нет. То есть у нас проблема может быть даже совсем другая. Но нас даже спрашивать не стали, не сделали заключение контрольное, не проверили все квартиры, все подъезды абсолютно. Нас просто вырубили, если видите, у всех подъездов вырублено просто газ. В определяющей компании, которая обслуживает дома, удалось выяснить, в чем причина утечки газа. Вся проблема в том, что крыша построена с нарушениями огромными. Все выведены, все дымоходы выведены под крышу, а не на крышу, как положено. Вот в этом вся проблема. И сколько домов так сконструировано? Да практически все, где шатровые крыши. А это значит, что угарный газ не выветривается, а задерживается в доме. В результате люди и травятся. Чтобы вернуть голубое топливо, нужно реконструировать кровлю. Удовольствие не дешевое и долгое. А между тем, глава Санниковского сельсовета пояснила, что уже направлены обращения в специальные ведомства для разбирательств. Сейчас специалисты УК ходят по квартирам, хотят пробить новые вытяжки. Якобы это позволит подключить хотя бы плиты. А о том, чтобы помыться, пока можно только мечтать. Раньше недалеко от домов, которые сегодня остались без газа, находилась общественная баня. Сегодня на ее месте кафе. Жители говорят, что впору уже перепрофилировать. Общепит под банный комплекс, чтобы элементарно помыться. К слову, коммунальный скандал в Санниково далеко не первый. Село прогремело на всю страну еще три года назад после визита Медведева. Тогда в ноги к премьер-министру с просьбой о горячей воде бросилась одна из жительниц. После проблему потихоньку начали решать. Неужели, чтобы проблема с газом сдвинулась с мертвой точки, жители Санниково вновь должны упасть на колени? Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Журналистские расследования, условный срок и еще одно уголовное дело не пугают продавца контрафактом Сергея Белеменко. Мужчина продолжает продавать сигареты без акцизных марок. В этот раз его покупателями стали правоохранители. Неделю назад нашей редакции был выпущен очередной сюжет о торговце контрафактом Сергея Белеменко. Также мы составили запрос в МВД. Теперь сюда пришли и полицейские. На месте они приобрели сигареты без акцизных марок, а следом прошли внутрь. В подсобных помещениях рюмочной сотрудники обнаружили упаковки с пивом, вермут и более десятка пластиковых бутылок вина. Последние, по словам Белеменко, он приобрел. Не для продажи. Где ты покупал это? Кого? Ну, ваера. Пожалуйста. Это ты говоришь для собственного? Да, это для собственного. Оно 9 градусов. Такой акцент на крепости не случайен. По закону напитки с содержанием спирта менее 15% можно продавать без лицензии. Однако в закромах обнаружили и водку, разрешение на торговлю которой Белеменко игнорирует многие годы. Получается, вот такой алкоголь. Но единственное, что на этот алкоголь он чек предоставил. То есть он был где-то в Тейси сервис куплен. Ну, Тейси, который на ЗСВ. Говорит, тоже хранит для себя. Несмотря на это, сотрудники изъяли спиртное. Помимо алкоголя здесь нашли и сигареты. Но уже без чеков и акцизных марок. Всего 65 пачек. Их, говорит Белеменко, ему приносят случайные лица. Во время работы сотрудников нам удалось взять у трижды осужденного продавца контрафакта небольшое интервью. Понятые, каким способом сигарету у вас купили тогда? Ну, подожди, попросили. Ну, то есть вы все-таки их продаете? То есть вы все-таки их продаете? Для себя обозначили. Попросили, думаю, помочь человеку. Почему бы нет? У человека денег нет. Вы считаете, что эта продукция безопасная? Абсолютно. Скажите, а что вы ждете от текущего судебного процесса? Какого наказания? Ничего. Пускай у нас правосудие решает. Ну, как вы думаете, вам дадут реальный срок? Я верю в российское правосудие. Контрафактом продолжите торговать? Ну, мы уже закончили. Думаю, нет. А после каждого предыдущего суда вы так же думали? Не знаю. Не помню. Теперь по этому эпизоду правоохранителям предстоит вынести решение о штрафных санкциях для Сергея Белеменко. Напомним, параллельно Ленинский районный суд продолжает рассматривать уголовное дело против торговца. Артем Гусельников, Андрей Печеркин. День с толком. Огромные пробки на одной из улиц города стали поводом для недовольства барнаульцев. Критикуют в большей степени, что называется, с дивана. При этом эмоционально обсуждают тему в соцсетях. Нашлись и те, кто припомнил дорожным службам и другие промахи. Анара Шагирова продолжит. Пробка на пересечении улиц Антона Петрова и 42-й Краснознаменной бригады образовалась вечером 23 марта. Причина изменения работы светофоров. Водители автобусов звонили в редакцию, сообщая нам, что график их движения срывался. Другие водители свое недовольство разместили в соцсетях. Гнев пал на дорожные службы. Мне кажется, что у нас настраивают светофоры так, чтобы специально пробки собирались. Зачем вложить изначально работающие перекрестки? Там все нормально было. Красноармейские, Гоголя также поигрались и вернули на место. Зачем эти опыты? Сегодняшнее утро. Пробка начинается от Малаховского кольца. Зачем было оптимизировать то, что и так нормально работало? И если автовладельцы хоть как-то способны эти пробки объехать, автобусы оказались в западне. А своевольно менять маршрут, и они не вправе. Пришлось искать ответы самостоятельно. В администрацию сейчас комитет профильный обратился еще вчера. Там мне сказали, что будут смотреть, уже занимаются этим вопросом. То, что настраивать будут работать светофоры. В комитете по дорожному хозяйству нам разъяснили, время на светофорах увеличили специально и догадывались, что это приведет к заторам. Но только так, по словам специалистов, можно снизить аварийность на этом перекрестке. Ранее столкновения здесь происходили из-за того, что при повороте налево автовладелец не уступал встречному направлению. По данным ГИБДД, за прошлый год сразу в четырех ДТП серьезно пострадали люди. По Антону Петрову в вечерний час пик мы добавили зеленого разрешающего сигнала со стороны северо-западной. Вечерний час пик – это у нас там с 16 до 19.00. А в утренний час пик мы поменяли направление со стороны Малахова. То есть мы добавили длительность разрешающего сигнала со стороны Малахова по Антону Петрову. Таким образом, движение по обеим сторонам стало поочередным, а зеленый увеличился на 10 секунд. Сейчас светофор работает в тестовом режиме. До предстоящего вторника, рассказывают в комитете, все отладят окончательно. Мы понимаем, что в рамках именно пропускной способности мы ухудшили ситуацию по Антону Петрову. Но знаете, во всех действующих, грубо говоря, нормативах по безопасности дорожного движения приоритет отдается именно безопасности, а не пропускной способности. Мы будем, еще раз говорю, регулировать светофорный режим на данном участке, то есть находить более оптимальный режим. Но в любом случае, как и мероприятие, именно применение расщепленной фазы, мы его оставим. Кроме того, в администрации рассказали, что будут проводить работы еще на нескольких участках города. В частности, светофоры обещают поставить на пересечении Гуголя-Горького, а также на Измейногорском тракте. Какой будет следующая оптимизация, покажет время. Анара Шагирова, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком. Медали и ордена за успехи и труд, а также государственные награды сегодня вручил жителям края губернатор Виктор Томенко. Среди награжденных – представители сферы здравоохранения, сельского хозяйства и других. Например, Анатолий Подсадний из Славгорода награжден орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. Когда-то он возглавлял в своем городе железнодорожную станцию. Проработав там почти 40 лет, помнит, как начинал с «Трелочником». В те годы на станции работал его отец. В 90-х и нулевых Анатолия Ивановича приглашали на работу в краевую столицу. Также звание заслуженного работника сельского хозяйства Российской Федерации получила Наталья Сель. 33 года она работает в животноводстве и выводит телят. Ежегодно 95 голов. Учительница русского и литературы из Косихи Галина Бородина награждена благодарностью президента страны. Всего медали ордена, почетные грамоты и благодарности получили 38 жителей края. От клавишных до духовых в Барнауле готовится к открытию на новом месте музея народных музыкальных инструментов. Раньше он располагался в городе мастеров, но из-за реконструкции вынужден был покинуть привычное место. О том, где теперь можно посмотреть, а заодно и сыграть на понравившемся инструменте в сюжете София Яценко. Александр Гнездилов с музыкальными инструментами уже давно на «ты» в его умелых руках начинает звучать даже самый старый и безнадежный. Мужчина не просто музыкант. Часть его музыкального богатства он сделал своими руками. Часто ездили в Москву, выступали и там выбирали новые инструменты для оркестра. Я присматривался. Внутреннее устройство инструментов я знал, естественно, потому что разбирал, ремонтировал. И вот что меня подтолкнуло, то что пословица «не боги горшки обжигают». Вот почему у них получается, может быть мне попробовать. Сначала сделал тапшур, следом взялся за арфу. Со временем отремонтировал и создал столько инструментов, что хватило на целый музей. Раньше представлял экспонаты в городе мастеров, но после реконструкции пришлось съехать, пока руководство одного из магазинов Барнаула не предложило расположиться прямо в торговом зале. На тот момент магазин был только на плане открытия, но небольшое помещение пустовало, грубо говоря. Решили предложить что-то такое, совместить. Музыка – это всегда интересно. Сначала в магазине появилась фортепиано. Кстати, сыграть может любой желающий. Теперь у барнольцев будет возможность попробовать разную музыку. Сыграть на струнных, ударных, клавишных и духовых. Для детей на открытии Александр проведет мастер-класс по любому понравившемуся инструменту. Вот любой инструмент они захотят в руках подержать, берет, я показываю игру на этом инструменте. Буквально за несколько минут можно чему-то научиться. Открытие музыкального музея пройдет 26 марта по улице Шумакова, 46. Гостей ждут в 14.00 на втором этаже торгового центра. София Цинко, Вадим Быстревский, День с толком. Большой хоккей возвращается в Барнаул. Наши продолжают борьбу за выход в финал Кубка Федерации. В это воскресенье «Динамо Алтай» в пятом матче серии примет красноярских «Рыси». Поединок состоится в 5 часов вечера на Титов-арене. Напомним, что первые два матча наши выиграли 4-2 и 7-6. Болельщикам не забыть, как команда вытащила практически отданный соперникам матч. Проигрывая 0-6, вырвали победу. После команды отправились в Красноярск. Там «Рыси» и ухватили две домашних встречи – 4-3 и 5-3. Напомним, серия идет до четырех побед. Сейчас счет ничейный 2-2. Команды сыграют еще минимум два матча. Решающий, возможно, будет в Красноярске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова